Друзья, в 2015 году выйдет очень много хороших фильмов, но по статистике лишь 5% от их общего количества мы оценим по достоинству. Сейчас я расскажу вам о 6 фильмах, на которые лично у меня возлагаются огромные надежды. В январе выйдет фильм под названием «Несломленный». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об американце Луи Замперини, который принимал участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. История Олимпийца будет удивительной и непредсказуемой, он будет и на пике олимпийской славы, и на фронте, и даже в плену, где его будут пытать. Несломленный – это история человека с очень сильным характером. На меня трейлер произвел очень сильные впечатления, и лично я считаю, что и сам фильм окажется весьма достойным. «Земля будущего» – это еще один фильм с очень высоким рейтингом ожидания. Как вы уже поняли, это фантастика, и на этот раз от Диснея. Но давайте не будем спешить сразу списывать фильм, как рассчитанный на дошкольников. Давайте не будем забывать, что даже «Звездные войны» уже давно принадлежат этой компании. Сейчас я вам назову лишь одно имя режиссера, и вы сразу захотите посмотреть этот фильм. Брэд Бёрд, режиссер Симпсонов. Ну все, бежим покупать билеты в мае, чтобы увидеть, как девушка за значком путешествует в параллельной реальности. Обожаю фильмы про апокалипсис. И когда узнал о выходе фильма «Безумный Макс. Дорога ярости», страшно обрадовался. Трейлер просто потрясающий, при этом нужно понимать, что предыдущие фильмы из этой серии были выпущены многие годы назад. Макс продолжит учиться выживанию в постапокалиптической пустоши и сражаться с жестокими и безжалостными войнами, которые населяют ее. Бюджет фильма – 100 миллионов долларов. И это о чем-то договорит. Иногда всего лишь по названию фильма можно сразу предугадать примерный сценарий фильма. Фильм «Кибер». Действительно о компьютерных технологиях. Точнее, о неуловимом хакере, которого должен выследить другой хакер. Главную роль играет Тор, то есть Крис Хемсворт. Его слащавенькое лицо на большом экране мы увидим с вами в январе. Но Крису было мало сняться в «Кибере». Он снялся в еще одном, и на этот раз более ожидаемом мной в фильме под названием «В сердце море». 1819 год. Китобои охотятся на небольшом корабле «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту. Именитый режиссер Рон Ховард, который снял «Игры разума» и «Аполлон-13», сделал этот фильм потрясающим. Кадры трейлера с разваливающимся кораблем, атакованным кашелотом выше всяких похвал. Фильм «Исход цари и боги» содержит библейский сюжет. И я ни на сколько не буду спойлерить, если расскажу, что здесь мы увидим историю о великом пророке Моисеи и освобождении еврейского народа из египетского плена. Вы, наверное, помните, что фараон приказал убить всех новорожденных мальчиков еврейского происхождения, а дальше вы все прекрасно знаете, а если не знаете, увидите в фильме. Я буду смотреть фильм в кинотеатре ради широкомасштабных батальных сцен и режиссера Ридли Скотта, автора фильмов «Гладиатор» и «Робин Гуд». Разумеется, я не буду утверждать, что все эти шесть фильмов станут хитами, но есть твердая уверенность в том, что как минимум три фильма из этой шестерки мы запомним. Пока, друзья, смотрите только хорошие фильмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова